МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Православная Брянщина». Милосердие – высшая добродетель, но без любви милосердие не живет, как зерно без земли. Не расцветает душа, не согревается с теплотой добрых дел. Святой апостол Павел сказал, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Есть ли в нашем непростом, зачастую, жестком и равнодушном мире место милосердию? Сложно ли и нужно ли быть милосердным? Об этом мы спросили жители нашего города. Милосердным быть абсолютно несложно, потому что это все в сердце, в своем условии заложено. Милосердие. Если у тебя милостивое сердце, то ты и будешь милосердным. Милосердным, в зависимости от того, что то ли бабушку перевел через дорогу, то ли дал копейку нищему у храма. Я знаю не очень медийных людей, очень богатых в нашем городе, для которых церковная православная десятина – это абсолютно непререкаемое понятие. Вот милосердие. Милосердным в наше время, конечно, несложно, но встречаюсь с этим очень редко. Потому что не каждый человек считается милосердным, не каждый даже поможет в таком-нибудь больном. А мои родственники, в принципе, как и я, считаю, что нужно всем помогать и постоянно ходить в церковь. Это очень плохое дело. Милосердным быть несложно. И нужно в наше время особенность милосердным. С помощью милосердного. Мы только можем выжить с помощью милосердного. Только милосердие я спасу. Как человечество, как цивилизацию. Я не знаю, это только, это единственный факт. По-моему, это вот. А примеров милосердия в жизни, я считаю, сейчас очень много. Допустим, у меня даже становится больше все это. Допустим, хотя бы взять вот эти рутации, которые Первый канал проводит, это слово «милосердие» посылаешь, и в жизни людей спасли. Милосердие, оно всегда должно быть при любом, при любой твоей вот, ну, сколько у тебя, ты, у тебя самой там недостатки какие-то, плохо мы живем. Все равно друг другу должны помогать. И мне помогают. И соседи, и друзьям, и знакомым. В чем-то стараемся помочь. Ну, я вот так, я такой, ну, так у меня нет. Ну, вообще, вот все, ну, как говорится, русский народ вообще всегда был милосерден. И всегда мы друг другу помогали. И не только друзьям, знакомым, но и чужим людям так же. Само слово «милосердие», оно дает людям возможность вот именно быть, стать православными, да, стать более добрыми, относиться друг к другу ласковее, нежнее, да, помогать именно вот, как раньше во времена были, было помогать бедным людям, да, вот не проходить мимо бед. Люди, имеющие высокий закон, да, высокое положение, в нашей стране они более ступы, да. Ну, вот хотелось бы пожелать таким людям, таким организациям, чтобы они помогали именно детским домам, людям обездоленным, потому что, ну, карма, как говорится, да, выше, она им оплатит, она им воздаст. И поэтому я хочу призвать этих людей, этих организаций, помогайте детским домам, помогайте людям, которые попали в сложное положение. Многие из вас, дорогие телезрители, смотрят программу новостей и ужасаются бедствиями и катастрофами, пришедшими на нашу страну и на мир в целом. И вы наверняка невольно восклицаете, Господи, за что это нам? Неужели ты перестал нас любить? Ответ на этот вопрос кроется в нас самих, в природе человеческой греховности. Милосердие, настоящее, оно основано на любви, а выше любви ничего нет. Мы очень много видим людей, которые там просят милостыню. Одни говорят, что мы не даем, потому что они пропьют, но то, что человек оказывает внимание, то, что, опять же, если дать какую-нибудь мелкую монету, от которой один не разбогатеет, а другой не обнищает. Но зато исполнится воля Божия. Человек проявит именно свои лучшие качества. Он проявит свое милосердие. И на самом деле, даже если мы там подали человеку, пьющему, и он потратил на выпивку эти деньги, это тоже может быть в какой-то степени благо, то, что он не пошел, не украл, никого, может быть, за эту небольшую сумму никого не убил, и мы его сберегли от другого греха. Издавна храмы и монастыри были приближищем нищих, бездомных и обездоленных. Там несчастные находили помощь и поддержку. Сегодня мало что изменилось. Так уже год при Петропавловском женском монастыре в Брянске работает столовая для бездомных. Каждый день их кормят обедами. Такая же столовая организована и в храме Ксении Петербургской. Помимо еды, бездомным и малоимущим раздают необходимую одежду, которую приносят прихожане. Идея организовать эти обеды родилась у нашего епископа Владыки Александра по его благословению. В общем, мы организовали, открыли вот эту столовую. И открыли ее, уже скоро будет год. Мы ее открывали в прошлом году на Страстной Седнице, перед Пасхой. Люди, кстати, в основном, процентов уже 70 идут от одних и тех же. То есть мы уже знаем, свой контингент образовался, таких вот людей, которые приходят сюда к нам. Ну, приводят новых еще где-то, там объясняют. Ну, обеды, обеды. Вот мы стараемся все-таки здесь готовить и первое, второе, третье. Значит, где-то по воскресеньям и по праздникам, естественно, тоже выделять эти дни. Потому что все-таки праздники, ну, люди должны чувствовать праздник и будни, какую-то разницу. Хотя бы вот это. Вот. Я раньше говорила, что кормим мы практически из одного котла, варим и для сотрудников, и для нуждающихся. Вот. В принципе, мы придерживаемся этого правила, потому что у нас один повар в смене работы, это ему, конечно, тяжеловато, потому что бывает у нас достаточно много сотрудников, плюс уже их приходит до 40 человек в день. Вот. И, в общем-то, приходится готовить. Лучше в большую кастрюлю варить одну, чем там по две кастрюли. Ну, иногда бывает, кастрюли уже не хватает. Вот. Потому что, например, тоже крещение, тут люди разливали воду, очень много ело здесь, тут до 100 с лишним человек доходит. В общей сложности монастырь кормит вот на большие такие праздники. В столовую Петропавловского монастыря люди приходят разные. У каждого своя история. Кто-то сидел, кто-то живет на вокзале и просит милостыню, кто-то сирота, инвалид с детства и не может найти себе работу, кого-то обманули на деньги, а кто-то просто не хочет работать и что-то менять в своей жизни. Поэтому и придумывают все трагические судьбы. Разделить тогда вымысел от реальности бывает очень сложно. В монастыре этого и не пытаются делать. Они знают свое дело кормить людей. Неважно, кто они и какого вероисповедования. И не лезть им в душу с расспросами. Гражданин Украины зарегистрирован в городе Гомель. Неделю назад я попал сюда. Получилось так, что у меня, будем говорить, как говорят сейчас, продвинутые, да, все это ребята кинули на большие деньги, на пару тысяч долларов. Милиционеры местные вот на вокзале помогли. Говорят, обратись в церковь. Ходил здесь в епархию, записали. Ходил к священникам, помогли покушать. Сказали, где можно покушать, обед сделать, да. Красть, извините, неприучен. Выучен, 54 года работал всю жизнь, да. Устроиться на работу с гражданином Украины, хотя даже у меня регистрация в Белоруссии практически невозможно. Просил почистить снег. Я не просил милостыню, а вот просил, но дошло до того, что вот стою и вот так вот получилось. Я прихожу сюда уже три дня обедать. Очень четко, красиво, спокойно. Ну, правда, помогают. И без всякого. Очень я благодарен, честно. Три недели я освободилась. Десятая я освободилась. Потому что, документов же ничего. То бишь, не кормленное, не поинное. Они подсказали, где можно поесть, где можно хоть как-то переночевать. А живете вы на вокзале? Три недели уже на вокзале. На электричках же высаживают. Там на километрах не поесть ничего. А обратно едешь, опять высаживают. Кричат, орут. Там, я не знаю. На вокзале более-менее. Ну, что и переночевать можно, и все. Хоть в тепле. Здесь кормят. Вкусно кормят. Правду говорю. Что и горячее все дают. В Брянской епархии есть специальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. Он координирует работу социальных сотрудников при храме и помогает священникам вести социальную работу. Помощь оказывают всем нуждающимся. И не только одеждой и продуктами. Постоянно проводятся различные акции. В 352 малоимущие семьи была оказана помощь именно школьными принадлежностями и школьной и спортивной формой. Потом 164 семьи многодетные на праздник Петра и Феврунии были одарены чайными сервизами, иконами, сладкими, либо наборами, подарками. Детки из малообеспеченных и многодетных семей бесплатно где-то порядка 200 человек детей в течение прошлого года посетили церковые представления. Отдел социального служения тесно сотрудничает с брянскими волонтерами инициативной группой «Белый журавлик» и социальными государственными учреждениями. Так что проблему людей они решают сообща. Большую работу проводит и областной комитет по делам семьи, охране материнства и детства, демографии. В рамках благотворительных акций и различных мероприятий помогают и многодетным, и малоимущим семьям, детям-инвалидам, сиротам-заключенным. Создана среда для развития благотворительности, милосердия, меценатства именно в нашем регионе. Много благотворительных акций у нас проводится на территории области. Ну давайте хотя бы вот вспомним, уже не один год у нас замечательная акция проводится, которая так и называется с благотворительностью и милосердием в 21 век. В этой акции принимают участие все предприятия, учреждения, частные предприниматели, физические лица. И вот даже возьмем в 2012 году, мы еще не подвели итоги, потому что подводим итоги, награждаем знаком за милосердие, а это знак губернатора Брянской области, это где-то в марте-апреле мы будем проводить, а вот в 2011 году в результате вот этой благотворительной акции ведь было собрано 85 миллионов рублей. Сравнение, например, с 2010 годом это больше, чем в два раза. Поэтому, ну как же это, еще раз повторяю, не проявление в высшей степени милосердия. И самое-то главное, вот на что хочется акцентировать, внимание, да, что ведь в этих акциях принимают не только богатые люди или какие-то вот знаменитые фирмы. Ничего подобного. Ведь люди принимают участие в этих акциях со средним и даже, в общем-то, ну с минимальным достатком. Вторая акция, ну как не назвать, у нас великолепная, замечательная, ежегодно проводится. Эта акция сегодня называется «Добро без границ», а раньше называлась она акция, допустим, там, за решеткой, «Рождество за решеткой». Это детям, которые сегодня у нас находятся в воспитательной нашей колонии, города Брянска, да, и Дубровская специальная общеобразовательная школа закрытого типа. Ведь тоже мы оказываем посильную помощь, прежде всего, ну, привлекая общественность к проблемам, ну, тех детей и подростков, которые переступили по тем или иным причинам закон или оказались в сложной жизненной ситуации. И вот эта акция «Добро без границ», я вам сразу хочу сказать, принимают участие вообще все районы Брянской области. Ну, как же, о чем говорить здесь, о какой скупости можно говорить людей, проживающих на территории Брянской области. Очень добрые и отзывчивые люди. Наша передача подошла к концу. Хочется еще раз процитировать слова святого апостола Павла. «Не оставайтесь должным никому и ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Дорогие телезрители, украшайте свою душу делами милосердия. Да хранит вас Господь!» Субтитры создавал DimaTorzok